привет друзья здравствуйте это я кузнецов дмитрий сегодня мы с вами будем продолжать наводить порядок в головах тех кто недавно к нам пришел кто подписался либо еще думает подписываться или не подписываться ну и конечно же основная наша задача встряхнуть вот этих вот встряхнуть коломасу до сих пор думают что они правы мы попробуем сегодня аргументировать наше заявление и будем просить их реально аргументированно парировать наши возражения начнем с того что колл центры в основе своей это структуры которые должны что-то продавать в данном конкретном случае сотрудник колл-центра это по большому счету должен быть опытным продаем опытный продажник как они себя называют специалист ну так вот специалист первое что должен уметь делать это закрывать возражения это я вам говорю как человек который может чук чем снег продать самом деле без ложной скромности напомню я пол своей жизни сознательную жизнь все уж точно занимался бизнесом а как заниматься бизнесом не продавая так вот я в этом еще раз говорю без скромности заявляя со всей ответственностью толк знаю ну так они что же специалисты должны знать толк и если они думают что закрыть возражение это предупредить человека что мы сейчас положим трубку так как вы не конструктивно ведете диалог то я вас расстрою господа коллекторы это не закрытие возражения это фиаско так не продают не требование об оплате просроченной задолженности может быть расценено как умышленный отказ от решения вопроса добровольно в досудебном порядке для получения информации о представителе кредитора нажмите клавишу 1 информация о кредитуре нажмите клавишу 2 нет у них нормальных робота включать надо конечно же но с роботом конструктивно не пообщаешься что тут поделать прям главный специалист главнее вас нет в альфа-банке да да это я прям интрига разрывает на части главный специалист альфа-банка все равно очень круто очень круто звучит главный специалист отдела по работе очень круто вот такая простая рутинная работа и доверяют ее главному специалисту целого отдела давайте вот вы человек который не скромно о себе заявил давайте-ка возражение закрывать продемонстрируйте мне свою специализацию но елки-палки вот я до свидания здравствуйте меня зовут елена отдел вжискание банк тинькоу по вашим договора иметь задолженность в размере 7500 рублей требования банка оплаты провести сегодня так как завтра текущим путешествовать следующий готов быть 7500 рублей сегодня мне не я хочу чтобы добавилось нарушение сроков оплаты предусмотрены договором еще до собой ухудшение кредитной истории и начале страны сан ваших интересах оплаты производить как можно скорее сможете занять недостающую сумму друзей или родственника и оплатить сегодня псих что ли я лучше буду вам должен какая разница сколько не отдавать друзей у родственников займешь я нужно отдавать банку какая разница сколько не отдавать ничего смешного ситуации я не настаиваю мне весело сразу предупреждаю пока чину почему свое время началось произвести оплату минимально если вы не готовы воспринимать информацию просто скажите об этом связано с вами другой раз а давайте проверим готовы вы а вы готовы воспринимать информацию закрывать элементарные возражения которые должен закрывать любой даже маломальские какой-нибудь начинающий специалист колл-центра но для этого нужно включать голову а не просто тупо зачитывать скрипт который за вас придумали вы включали бы робот нет еще продолжаю вы даже элементарнее это я не давал вам разрешение потому что я еще не закончил вы элементарно не можете осознавать что с вами происходит до такой степени отключается мозг на вашей работе что вы не готовы констатировать факт завершения разговора либо продолжения если собеседник продолжает говорить значит он не закончил и перебивать его некрасиво как минимум а я вам еще раз говорю повторяю не перебивайте это некрасиво закрывать возражения это навык самый начальный это азбука если уж вы пришли в колл-центр надо было сначала прежде всего какие-то курсы закончить если вы думаете достичь невероятных высот в своем деле то бросаете скрипт и начинайте думать головой ну давайте а теперь вы только головой насколько я поняла вы готовы почему предупреждаю говорить на посторонней темы а именно приходить на личность оператора до личности нет личности не какой я сейчас не наблюдаю обезличенное существо которое читает по бумажке не перебивать просьба не приходить на личность сотрудника да нету личности нету личности никакой личность это нечто обособленное цели нашего разговора не достигнете вы потому что вы не умеете этого делать нет цель для вас это недостижима смотрите а моя цель чтобы да потому что у моя цель достижимая я вам сообщу моя цель вас развести на то чтобы вы начали нервничать положили трубочку и задумались вот этой цели я вам гарантированно обещаю я достигну в самые ближайшие минуты общепринятая манера общения сейчас вам демонстрируется с сотрудниками банка тиньков это уже давным-давно общепринятая манера общения понимаете у меня не буквы не написано не буквы не написано я все говорю в импровизационном формате а вы этого делать не может конструктивному диалогу зачем я знаю наизусть я знаю наизусть что вы мне скажете абсолютно типа того что конструктивный диалог вы не будете повторять два раза вы уже должны сейчас выключиться уйти со связи рискуя тем что вас прослушает ваш куратор начнет задавать вопросы типа ты простому там должнику не смогла воткнуть зачем мы тебе скрипты пишем умные люди тебя учили учили но и что и четыре раза мне не устраивает ваше предложение абсолютно вы думаете у вас получится доминировать доминировать вы учитесь у меня видите как классно получается вы даже слова целиком сказать не можете и я вас не оскорбляю я просто конкретизирую ситуацию понимаете все как просто я воспринимаю вас на ходу с полуслова понимаю вас абсолютно мне все понятно вы предсказуемы как все остались перед над вами сжались и дам сказать хоть несколько слов целиком хотя я точно знаю что вы произнесете так как вы не готовы это вы себе сейчас сообщили да учитесь думать головой а не читать по бумажке несчастное существо вы переходите на личности где там личность на горизонте хотя бы видно эту личность читать по бумажке это для них какая-то работа считается и они себя еще позиционируют как человек как люди занимающиеся делом и слова личность еще умудряются здесь эксплуатировать алло добрый день давай давай уважаемый клиент вам вот 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 она личность тоже та же самая личность для оплаты по детям оставайтесь на линии сейчас тинькова это слушает меня вот то же самое было та же самая якобы личность не сейчас ну и на очереди сейчас что-то еще будет он или она она скорее всего голос ни о чем не говорит женщина мужчина она слушаю Ольга Александровна, вам знакомо? А вы кто такой? Меня зовут Кравченко Артём Александрович, я специалист дослебного отдела долгого агентства Дрельта М. Прям специалист? Да, прям специалист. И в чем же специальность это заключается? Специализация, умение в чем здесь? Говорить по телефону? Во многом. Во многом, но это не важно. Например. Ольга Александровна, вам знакомо? Сейчас не моей специальности и не моей. О твоей специальности. Сейчас о твоей специальности и, кстати, о твоей дикции тоже не помешает. Ольге Александровне, вам она знакома или нет? Это ты пытаешься об этом беседовать. Я не намерен с тобой вообще о чем-то беседовать. Она знакома? Да, знакома. Знакома. Это вся информация, которой ты достоин. Далее мы будем говорить о твоем гнусялом голосе, о твоей жизненной значимости, точнее, предназначении, которое ты для себя придумал. Ну и самое главное, ты инвалид или нет? Вот просто скажи, да? Если то, тогда просто выключусь и все. Ты инвалид? У тебя руки-ноги есть? Как это не важно? Это важно, это очень важно. Если человек инвалид, если у него... Нет, это не важно. Для меня важно. Не тебе решать, что для меня важно. Значит, ты уходишь от ответа, значит, ты не... Да ты уже спрашивал, сказал знакома. Думаю, что ты инвалид, причем на голову. Кем она вам приходится? Это уже второе дело, тебе не должно интересовать это. Потому что ты ничего в этом... Уважаемый, это очень хорошо. Так и продолжай. Уважаемый, я для тебя уважаемый. Я буду к тебе обращаться как нечто. Неуважаемый, неуважаемый. Что общество? Что ты про общество хочешь сказать? Ты к обществу себя не относи. Общество давно-давно тебя отрыгнуло. Поэтому ты не можешь самореализовать меня, ты думаешь, отрыгнуло общество? Ошибаешься. Ну, конечно. Да, конечно же, да. Вот твое мнение для меня очень важно. Прям вот если бы ты мне не сказал, я бы думал по-другому. Конечно же, не сомневаюсь в этом. Действительно. Кем приходит... Как я к вам могу общаться? Уважаемый. Можешь много... Много-много уважаемый можешь. Намного более уважаемый, а добавить можешь, чем я. Намного более уважаемый, чем я. Можешь так ко мне обращаться. Если судьба повернется к тебе нужным местом, а не задницей, то ты узнаешь, с кем ты разговариваешь. А я оставлю интригу. Может быть, ты даже знаешь меня. Да? И на связи остается. Выключился типа... Да я вас лишу. Нет-нет, я здесь. А что ты убегаешь? Что ж ты так убегаешь? Высморкаться пошел? Или поплакать в кофту маме? Ну так что, узнал ты меня или нет, Артемка? Ты когда за ум возьмешься? Нет, узнавай. Когда за ум возьмешься? Очень. Очень. Очень тяжело. Действительно тяжело, да, тебе? Ну ничего. Ютуб-то смотришь? Напомните. Ютуб смотришь? Ютуб смотришь? Конечно. Да. Как канал называется? Ты по голосу не узнаешь. Слушай, вот мне интересно. Да нет. Ты просто... Чего я знаю, один голос? Да уж, ладно тебе. Кузнецов Дмитрий меня зовут. Узнал? Кузнецов Дмитрий? Ага. Только не говори, что не знаешь, о ком речь. Знаю, знаю. Ну и что ты, когда за ум возьмешься-то? Вот это что вы знаете. Да. Да ты просто у нас уже звездился тут и не раз. Комментарии читаешь от людей? Да. Комментарии от людей читаешь? Я ни разу не видел себя в вашем там... Боже упаси. У меня камера лопнет. Слушай, а что ты, когда за ум возьмешься-то, а? Или ты думаешь, работы больше нет нигде никакой? Ну, ну чё? Или тебе в кайф так вот самоутверждаться? Ты в этой жизни хотя бы, ну, с мужиками общался вот в этой жизни? Не с пацанами в школе, а с мужиками с нормальными? Которые из себя цену знают. Хоть один тебе мужик сказал, мужик, хоть один тебе сказал, что вот я вот... Ну, в отличие, я так близко с мужиками, я не переговариваю, как вы. Я не знаю, какие у вас там беседы с мужиками, вот прям... Ну, я тебе, когда об этом говорю, я тебе говорю с нормальной точки зрения. Не с твоих педо-подходов, а с нормальной точки зрения. Если я употребляю слово мужик, я имею в виду человека, у которого состояние души мужское. Мужчина, понимаешь? Если ты сразу опеда... Обороты, Кузнецов, раньше было веселее сами разговаривать, сейчас очень скучно прям. Ну, мне потому что... Давай, не как. Сбавил я обороты, сбавились. Сбавил я обороты, конечно. Да, сбавились, состарились, видимо. Не дождёшься. Ну, как наберётесь, наберётесь, не знаю, что-нибудь новенького. Ты меня сейчас троллить пытаешься, что ли, или чё? До свидания. Как же... Сапелка. Алло. Алло, здравствуйте, а я могу услышать Алексея Михайловича? А вы кто такая? Дивный голосок. Это отдел закупаемого. Да? Что там, умерла? Ух, что-то прям такое, как сделалось, как будто. Ещё раз, что я вас не услышала. Да что ж с голосом-то, умираешь, что ли, или чё там? Да, конечно, на ты я с вами не переходила. Это очень хорошо, и даже не пробуй, тебе нельзя. Я тебя слушаю. А если это вы, это компания Каши Финанс, когда представлюсь, мы с вами созванились с 20-го числа. Ври. Договариваюсь на пропад. Не надо только трепаться, Настя. Созваниваться могла со мной, а договариваться со мной на оплату ты не могла, потому что я принципиально таким конторам не плачу. Возможно. Вы мне скажите, когда будет оплата от вас? Ну, не скоро, не скоро. Почему, в смысле, не скоро? Почему вы ставите условия компании? Не ставлю условия компании, заявляю о своем намерении не оплачивать вам ничего. Какие тут условия? А, вы сейчас, получается, подпишите? Да, под запись разговора отказываюсь от оплаты, да. А-а-а. Бэ-э-э. Все, давай, 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 все. Да, да, все, да. Все, пока. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я вам представлюсь, меня зовут Хомхойба Малина Руслановна. Звонок вам поступает в банк отчиньков. Угу. Андрей Анатольевич, звонок вам поступает по факту неуполнения требований перед банком. И что теперь? На данный момент требование банка – это внести общую сумму задолженность в течение двух дней. От вас оплата поступает? Требование должно быть на бумаге. Вам направляются на электронную почту все требования. Они не могут быть бумажными на электронной почте. У нас дистанционный банк, вы об этом знаете. То есть ваш банк игнорирует, да, 165-ю статью точка 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или он только ее соблюдает в момент заключения отношений, а далее плевать на эту статью, да. Юридически значимые документы, статья вот о чем. То есть, когда мы с вами фиксировали отношения, у вас почему-то все было на бумаге. А теперь вы стали резко дистанционными, да? Нет, дорогие мои, претензия. А почему ко мне приезжал человек, бумаги, документы? Это был курьер. Я понимаю, но почему все на бумаге оформлялось? А вот когда предложения или какие-то требования, мы уже голосом решили озвучивать. Еще из сотового телефона какого-то непонятного для меня. Как вы знаете, у нас нет филиалов. У нас есть один главный офис, который находится в Москве. И еще и там никого нет. Там только юридические адресы. Никого там никогда не было. И по этому адресу еще несколько организаций зарегистрировано в налоговой. Так вот, я еще раз повторяю, все требования, юридически значимые, должны быть на бумаге. Если вы хотите вступить в цивилизованный конфликт или хотя бы диалог, давайте следовать закону этой страны. Еще раз повторю, статья Гражданского кодекса 165.1 четко и конкретно об этом заявляет. Как должны выглядеть юридически значимые сообщения? Хорошо, я вас услышала по поводу... Замечательно. По поводу мобильного телефона. Банк разрешает использовать абонентские номера. В каком таком документе это? Это где такое? Это со статьей 7 федерального закона номер 203. Все, окей. Тогда мне назовите тот номер телефона, с которого вы звоните. Вы не имеете права на основании той же статьи скрывать от меня эти цифры. Я не скрываю от вас. Назовите мне последние четыре цифры этого номера. У меня, к сожалению, нет этого номера телефона. А как вы ответите на такое возражение? Я небольшой руководитель своей организации. У нас колл-центр тоже есть. Так вот, у нас каждый оператор знает тот номер телефона, с которого поступает звонок. Потому что мы действительно заключаем договор с оператором. А вот если мы купим самый дешевый тариф на какой-нибудь программе, которая предоставляет услуги IP-телефонии, то вместо номера телефона будет набор цифр, похожий на номер телефона. И вот этот момент категорически вам запрещен. эксплуатировать его нельзя. Вот это сейчас и происходит. Еще раз повторю, нашего оператора у каждого по пять номеров, и он совершенно спокойно их может продиктовать своему собеседнику. Более того, если я сейчас захочу узнать, что, с какого номера вы звонили, хотя бы элементарно перезвонив вам на него, я не дозвонюсь в банк. Что вы на этом не ответите? Вот именно. Вам придется только признать, что вы нарушаете еще и в этом смысле закон, хотя я вас не просил об этом упоминать, а вы сами решили это обсудить. Элементарный, вот такой мой, может быть даже слабый аргумент вы не можете парировать, потому что это невозможно, потому что уже самый ленивый, наверное, не знает об этом. 230-й федеральный закон, как раз таки, он существует не для вас, он для людей, для простых написано, чтобы мы могли вас на место ставить. А вы, вот эти звонилки, которые думают, что это действительно вы джекпот сорвали, устроившись в банк работать, еще и слова такие, дистанционный банк. Где в мире хоть один такой пример есть? Дистанционный банк. Это абсурд, юридический абсурд. Такого быть не может, потому что вы не можете в буквальном смысле сопровождать своих клиентов так, как прописано в законе о банках и банковской деятельности. И вы еще думаете, что вы, еще раз повторяю, джекпот сорвали из жизни, пришли в банк работать. Я вам гарантирую, девушка, вы там не продержитесь больше месяца. При первой либо второй зарплате, судя по голосу, вы там совсем недавно, вы поймете, что вас жестоко обманули. Тех денег, которые вы могли бы получить, вы естественно не получили, потратили кучу нервов. Я вам рекомендую от всей души посмотреть отзывы о сотрудниках Тинькофф банка. Те люди, которые уже наступили на эти грабли, второй раз никогда этого не сделают и ведутся целые форумы в интернете. И сейчас мы с вами разговариваем, а нас с вами слушают, поэтому не ляпните что-нибудь, а гордо возьмите, положите эту гарнитуру к чертовой матери и уйдите с этой работы. Вы молодая, вы еще по неопытности не понимаете, что вы помогаете своих сограждан в долги загонять. Дистанционный банк, вы сами себя слышите, когда заявляете такие вещи, а дистанционных магазинов каких-нибудь, но я понимаю, что слышите, но главное еще понимать, что вы говорите. Андрей Анатольевич, если вы все так прекрасно понимаете, вы все знаете, почему вы свои вопросы не решаете? Нет у меня вопросов, что вы взяли, что у меня есть какие-то вопросы, то у вас вопросы. Это не вопрос для меня, она и не поступит. У меня трудности, почему вы так решили? Если человек одумается, сад разею, начал с ситуацией разбираться, что и вам категорически рекомендуют, почему вы это обозначаете какими-то трудностями? Это наоборот теперь человеку легче стало, он понял, он разобрался. Какие еще трудности? Зачем вы накручиваете мне свой скрипт, этот беспонтовый, бессовестный и самое главное, как я и сказал, беспонтовый, бесполезный? Он только вам нужен, вы только в него верите, потому что не удосуживаетесь взять и задуматься. Ну как вы думаете, если человек оплачивал столько лет, последние три месяца не вносит, могут быть совершенно разные варианты? Не надо гадать, гадать не нужно. Человек в себя пришел. Учиться никогда не поздно. Вот я действительно осознал, сейчас еще раз говорю, только ленивый не лезет в интернет и не смотрит, как и что устроено в этой жизни. Вы знаете, сколько в виде кредитов денег выдано в стране, в нашей, вот за этот год? Вы знаете, а? Достойность страны дешевле. Так я вам еще раз говорю, триллионы рублей, триллионы рублей. Вы поймите одну простую вещь. Если все должники, как их обозвали банки, по вашему мнению, типа того, что наберутся совести и вдруг захотят все отдать, все до последней копейки, они не смогут и 30% отдать, даже если будут друг у друга воровать. Этих денег нет в природе. Нет этих денег. Это все рисуется на компьютере и людей загоняют в рабство. Как еще 150 миллионов населения держать в подслушном стаде, в загоне? Вы не задумывались? Именно так. Русскому человеку это и только на это и работает. Должен, должен, должник, должен, должник. Вот и все. Вы и сами, я знаю точно, вы тоже что-нибудь должны. 100%. И пошли на эту работу не из-за того, что вам нравится, а просто ну что-то хоть отдать, чтобы половину зарплаты отдать, может быть даже я не удивлюсь, свой же и Тиньков. Люди должны бояться. Как это сделать? Откровенно пугать? Нет. Вот тюхивать, что должен, должен, должен. Вот и все. Нету этих денег. Все, если мы соберемся, мы ничего не отдадим. Ничего вообще не отдадим. Даже если сильно захотим, нет такой возможности у людей в России. Это специально все делается. Загоняется в долги населения, чтобы превращать его в послушное стадо. А вы молодые девчонки, вы должны стыдиться и пацаны, которые ведутся. Вот ладно там старики, пенсионеры ничего не соображают. Типа голосовать не за кого, за кого еще голосовать. Нет достойных. Не показывают достойных. Достойных много людей. Просто показывают одного якобы достойного, который плевать на всех хотел. И на вас ваш Тиньков плевать хотел. Не зря у него по судебным производствам исполнительных листов на 280 миллионов у банка Тиньков. Не слышали такой информации? Очень хорошо, что вы молчите и слушаете. Дай Бог, чтобы вы осознавали. Не так, как вы говорите, я вас услышала. А вот правильно говорить, я вас слушаю. Автоматически подразумевается слышу. И соображать, соображаю. И не говорите ничего, вроде все хорошо. Вот когда вы молчите, я чувствую, когда просто молчит оператор и дает возможность высказаться, чтобы потом опять свой скрипт зачитать. И вот здесь в вашем случае я чувствую, что вы действительно что-то начинаете соображать. Запомните просто раз и навсегда. И про 165.1 ГК РФ, как должны выглядеть юридически значимые сообщения. И про 230-й федеральный закон, в том числе про IP-телефонию, о том, о чем я вам сказал. И много-много еще о чем. И про ваши оферты, которые вы заключаете. Не вы конкретно, а юридический абсурд очередной. Вы не сапоги продаете, не автомобили ремонтируете, не услуги оказываете, которые подразумевают общие гражданско-правовые взаимоотношения. Вы должны действовать на основании закона о банках и банковской деятельности. Так как лицензия выдана. В этой связи должна быть долговая расписка. В случае с юридическим лицом, кредитный договор. Это четко, так конкретно и написано. А уж никаких дистанционных взаимоотношений быть вообще в помине не должно. При подписании кредитно-финансовых отношений должна стоять подпись ответственного лица в печати организации. Причем эта подпись должна быть от того лица, кому делегировано это право доверенностью от первого лица организации. И не надо только мне говорить, что все равно суды мы выигрываем. Типа Тинькофф выигрывает. Да, потому что в нашей стране это точно так же устроено. Суды лоббированы. Я не буду эту тему много рассказывать. Надо посмотреть в ютюбе куча информации. Так что давайте вежливо, корректно прекращать разговор. Ни одного возражения вы не закрыли. И спасибо вам за это, что не пытались опозориться, как многие ваши сотрудницы делают. И что-то мне рассказать, то ничего на самом деле не существует. Андрей Анатольевич, я вас полностью услышала информацию. Отлично, спасибо. Я зафиксировала. До свидания. Вам всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо вам за то, что услышали. Так, ну что, друзья. Очередной случай, не такой добрый, но в строгости, как говорится, можно и вывести человека на какие-то нужные мысли. У нас был такой похожий разговор, где мы по-доброму с девочкой поговорили. И чувствую я, что в этот раз тоже девчоночка в себя пришла в процессе разговора и задумалась, как вы думаете. Наверное, я все-таки прочитаю много интересного в ее адрес, так же, как прочитал много интересного в адрес Ангелины, которая совсем недавно у нас была на канале. Я ей передаю привет. Надеюсь, она больше не там. Ну и этой, по-моему, Катерина, да, она сказала. Или Настя. Ну ладно. Потом прослушайте еще раз, я что-то забыл. Тоже ей привет передаю. Я очень надеюсь, что она возьмется за ум и на свой счет запишу еще очередную победу, если она, конечно, уйдет оттуда еще круче, если она, услышав это на канале, на нашем, и передаст еще эту информацию кому-нибудь. Друзья, ну и вас я призываю то же самое делать. Делитесь в соцсетях этим другими роликами. Если вам не нравятся какие-то форматы, пишите нам в комментариях, дизлайки, ставьте лайки. Ну и подписывайтесь, конечно, на наш канал, кто этого еще не сделал, естественно, потому что на нашем канале уже действительно много полезной информации, достаточно нужной и совершенно бесплатной выходит. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. В очередной раз спасибо вам за то, что были со мной. Желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова